Гражданская оборона Федеральный закон о гражданской обороне Обязанность любого государства – обеспечение безопасности населения, защиты граждан от всех видов опасности и угроз. История хранит немало примеров героической борьбы за свою родину, но всегда, во время любой войны, любого вооруженного конфликта, не более пострадавшей стороной оказывается гражданское население. Историки подсчитали, что за последние 5,5 тысячелетий на Земле произошло около 15 тысяч войн, в которых погибли 3,5 миллиарда человек. При этом человечество прожило всего 292 года без военных конфликтов. С развитием средств вооружения, одновременно в геометрической прогрессии возрастает угроза жизни мирного населения. Но не случайно, именно поэтому в гражданской обороне во всем мире уделяется первостепенное внимание. К сожалению, число примеров реального применения сил и средств гражданской обороны неуклонно растет. Уже много лет в режиме постоянной готовности находятся силы гражданской обороны Израиля и ряд других стран, а сигналы воздушной тревоги стали там привычным атрибутом жизни. Благодаря высокому уровню гражданской обороны были спасены миллионы мирных жителей во время войны на Балканах в 1999 году. Важные значения имели мероприятия по гражданской обороне и во время вооруженного конфликта на Украине в 2014 году. В России Государственная организация защиты населения берет свое начало в 1932 году, когда Совет народных комиссаров утвердил положение о местной противовдушной обороне. Ее первым серьезным испытанием стала Великая Отечественная война. Во время войны подразделениям ПВО потушили 40 тысяч зажигательных бомб и 2700 пожаров, ликвидировали более 3000 крупных аварий. В те годы впервые в нашей истории была организована система защиты населения, которая позволила сохранить жизни тысячам мирных граждан. После окончания войны гражданская оборона страны прошла несколько этапов дальнейшего развития. С 1991 года, когда подразделения гражданской обороны были переданы в МЧС России, начался качественный новый период ее истории. Изменившуюся международную обстановку, создание новых систем вооружения, а также рост числа аварий и катастроф способствовали изменению структуры гражданской обороны. В настоящее время ее силы и средства предназначены не только для решения задач защиты населения, материальных и культурных ценностей во время ведения военных действий, но и для ликвидации последствий крупных человечайных ситуаций в мирное время. Тем не менее, основным предназначением гражданской обороны остается решение задач защиты мирного населения от опасности и последствий военных действий и вооруженных конфликтов. В войнах последних лет в качестве целей для ударов, как правило, выбираются основные объекты экономики, системы жизнеобеспечения населения, транспортные коммуникации и информационные системы. Это приводит к нарушению жизнедеятельности населения практически всего региона боевых действий, а не только населения воюющих сторон. Существенное влияние на гражданскую оборону России оказывает нестабильную военно-политическую обстановку в мире и, прежде всего, вооруженные конфликты вблизи государственных границ Российской Федерации и возрастающей военной мощи предыдущих мировых держав. Кроме того, следует признать, что несмотря на все достигнутые договоренности о сокращении ядерных потенциалов и запрещении использования химического и бактериологического оружия, вероятно, применение в современных войнах оружия массового поражения остается очень высокой. Нельзя не учитывать и появление в последнее время средств поражения, созданных на новых физических принципах. А после крупных террористических актов, произошедших в разных странах, стало очевидным. В 21 веке человечество столкнулось с новым видом угроз, в котором пока не найдено противодействие. Возросла опасность терроризма, в том числе и с возможным применением элементов химического и бактериологического оружия. В то же время специалисты гражданской обороны обращают внимание на появление угроз невоенного характера, связанных с качеством новыми средствами воздействия – экономическими, технологическими, этническими, конфессиональными, нравственно-психологическими и некоторыми другими. Современная гражданская оборона должна быть готова и к противодействию подобным, не изученным до конца опасностям и угрозам. Основными тенденциями развития гражданской обороны нашей страны в настоящее время являются повышение роли гражданской обороны в системе обеспечения национальной безопасности, повышение оперативности реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации, дифференцированный подход к защите в зависимости от опасностей, возникающих при военных конфликтах и в чрезвычайных ситуациях, внедрение передовых технологий защиты населения в материальных и культурных ценностях. Мероприятия по гражданской обороне в Российской Федерации планируются, организуются и проводятся на всей территории страны, на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и в организациях. Важнейшим показателем эффективности гражданской обороны является устойчивая система управления при любых вариантах развертывания военных действий. Система управления постоянно совершенствуется и пользуется новый подход к интеграции с органами государственной власти в современные информационные технологии. Президент Российской Федерации определяет основное направление государственной политики в области гражданской обороны, утверждает и вводит в действие план гражданской обороны и защиты населения Российской Федерации. Непосредственно руководство гражданской обороны страны осуществляет правительство Российской Федерации. Руководство гражданской обороны на территориях субъектов Российской Федерации осуществляет главы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. На территориях муниципальных образований руководство осуществляет руководители органов местного самоуправления. На решение задачи области гражданской обороны уполномочена МЧС России. Управление гражданской обороны осуществляет МЧС России и его территориальными органами, региональными центрами и главными управлениями по субъектам Российской Федерации. Отдельные предприятия могут быть отнесены к категориям по гражданской обороне в зависимости от их роли в экономике государства и степени опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Но все организации, независимо от подчиненности форм собственности, должны планировать и организовывать проведение мероприятий по гражданской обороне в рамках своих полномочий. Ключевым звеном в системе защиты населения является централизованное оповещение населения по сигналам гражданской обороны. Система оповещения находится в постоянной готовности на всей территории страны и базируется на основе действующей системы связи. В районах размещения потенциально опасных объектов создаются локальные системы оповещения населения. При этом повсеместно проводятся мероприятия по модернизации этих систем. В целях оперативного информирования населения для передачи сигналов оповещения, необходимых сообщений о сложившейся обстановке и о порядке поведения в экстремальной ситуации, используются технические системы средств массовой информации, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. Объективная подача материалов в средствах массовой информации позволяет избежать паники, оперативно и организованно провести все необходимые мероприятия, направленные на спасение людей. Основным способом обеспечения безопасности населения является применение средств коллективной защиты, убивших укрытий, противорадиционных укрытий и простейших укрытий. Это требует постоянного совершенствования и сохранения существующего фонда защитных сооружений. В этих целях при строительстве жилых домов и промышленных предприятий предусматривают соответствующие подвальные помещения, которые могут быть использованы как защитные сооружения. Подземные пространства городов, метро также приспосабливаются для укрытия населения в военное время. Если возникла реальная угроза военных действий, то принимаются меры по строительству быстро возводимых защитных сооружений и подготовки укрытий с упрощенным внутренним оборудованием, по строительству открытых и перекрытых щелей, предпосаблению иных помещений для укрытия населения. Радиационная, химическая, биологическая защита включает в себя использование различных средств индивидуальной защиты, в том числе медицинских. В зависимости от вида опасного вещества и условий обстановки могут быть использованы гражданские противогазы, респираторы, самоспасатели и простейшие средства защиты, изготавливанные самостоятельно. Предусматривается создание и своевременное освежение запасов резервов средств индивидуальной защиты для личного состава формирования сил гражданской обороны и всего населения. В связи с существующей угрозой применения химических, радиологических и других средств поражения, а также возникновения крупных промышленных аварий и катастроф, руководство гражданской обороны уделяет серьезное внимание развитию сети наблюдения и лабораторного контроля. Основная задача – своевременное обнаружение и индикация радиоактивного, химического, биологического заражения или загрязнения, питьевой воды, пищевого и фуражного сырья, продовольствия, воздуха, почвы, воды открытых водоемов, растительности, при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. В сеть входят органы санитарно-эпидемиологического надзора, органы гидрометеорологии для мониторинга окружающей среды, ветеринарные и химико-радиометрические лаборатории, научно-исследовательские и другие организации. Методическое руководство сети наблюдения и лабораторного контроля осуществляет Российским центром мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России. Для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения проводится ряд организационно-технических мероприятий. Принимаются меры по защите водоисточников и запасов воды, мест хранения пищевого сырья. Постоянно готовы поддерживать резервы медицинских средств, лекарственных препаратов, медицинские техники и имущества. Создаются запасы резервов продовольствия, средства защиты, инженерного имущества и аварийно-спасательного инструмента, средств связи, вещевого имущества для обеспечения мероприятий по гражданской обороне. Важнейшее направление обеспечения безопасности населения – это эвакуация безопасных районов. С этой целью заранее планируется и подготавливаются районы размещения, организуется эвакуационная комиссия, выборные эвакуационные пункты, промежуточные пункты эвакуации, приемные эвакуационные пункты. Эвакуация может проводиться как в военное время, так и при возникновении масштабных чрезвычайных ситуаций, природного или техногенного характера в мирное время. Одна из функций государства – сохранение культурного наследия страны и важнейших материальных ценностей. Защить подлежат материально-культурные ценности, имеющие мировое и национальное значение – продовольствия, золотовалютные и особо важные сырьевые резервы, промышленные оборудования, музейные ценности, архивы, памятники архитектуры, исторические памятники. Не менее значимая задача – сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время, в том числе предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры. Основу силы гражданской обороны составляют спасательные воинские формирования МЧС России, аварийно-спасательные формирования и спасательные службы. В мирное время при возникновении чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, на силу гражданской обороны участвуют в аварийно-спасательных работах, эвакуации пострадавшего населения, обеспечении людей продовольствием и предметами первой необходимости. На силу гражданской обороны возложены специальные задачи военного времени – радиационно-химическая и бактериологическая разведка, ликвидация последствий применения оружия массового поражения, пиротехнические работы, эвакуация из-за чего в поражение. В состав сил постоянной готовности МЧС России входит центральный аэромобильный спасательный отряд и авиационные предприятия, центры по проведению спасательных операций особого риска и другие спасательные центры способны в короткие сроки прибыть к месту чрезвычайной ситуации. Они оснащены современными спасательными средствами, приборами поиска, средствами жизнеобеспечения пострадавших. Специально оснащенные силы МЧС России обеспечивают поиск спасения людей после землетрясения, ураганов, во время наводнения, крупных лесных пожаров, при авариях на объектах газовой, нефтеперерабатывающей, химической промышленности, на объектах транспорта. В состав силы гражданской обороны входит и формирование, создаваемое и оснащаемое отдельными организациями и предприятиями. Это нештатное аварийно-спасательное формирование и нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Личный состав нештатных формирований хорошо знаком со спецификой своих объектов и территорий и способен во взаимодействии с другими силами гражданской обороны обеспечить проведение всего комплекса работ в очагах поражения в военное время. Одной из главных задач гражданской обороны является подготовка и обучение всех категорий населения. От глубины знаний каждого конкретного человека и практических навыков действий, в случае военной угрозы, аварии, катастрофы, зависит безопасность населения в целом. В целях обеспечения полномасштабной подготовки граждан проводится всеобщее и обязательное обучение населению способом защиты от всех видов опасности. Чтобы повысить качество подготовки, разрабатывается новое, отвечающее современным социально-экономическим условиям, методы обучения и программы. Важным местом подготовки населения в области гражданской обороны занимают средства массовой информации, которые сегодня оказывают заметное влияние на общественное мнение. Они способны не только доносить знания до населения, но и стать основополагающим звеном воспитания гражданской ответственности и новой культуры безопасности жизнедеятельности. Руководящий состав органов управления гражданской обороны проходит подготовку и переподготовку в учебно-методических центрах субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных образований. Одним из главных элементов системы подготовки является периодическое проведение учений и тренировок для всех категорий населения. Сохранение мира, его стабильность, зависит от объединения усилий всех стран по обеспечению безопасности людей. Международные учения по гражданской обороне, различные конференции и форумы стали уже хорошей традицией. Большой вклад в развитие интеграции в область защиты населения вносит Международная организация гражданской обороны, в которой Россия занимает лидирующие позиции. Важнейшим направлением развития международного сотрудничества является формирование системы коллективной гражданской обороны государств-участников Содружества независимых государств. В Академии гражданской защиты МЧС России организован курс обучения для иностранных специалистов. Российские военнослужащие спасатели неоднократно повышали квалификацию для международных курсов гражданской защиты в Германии, Швейцарии, Франции, других странах. Обмер мнениями и опытом позволяет специалистам повысить эффективность использования научно-технического потенциала в интересах защиты населения, материальных и культурных ценностей своих стран. МЧС принимает самое активное участие в миротворческих операциях, проводимых по решению Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Постоянно участвует в доставке гуманитарных грузов, оказание медицинской помощи, разминирование, эвакуация гражданского населения из опасных зон, создание условий для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населению. Оказывая помощь другим странам, Россия заявляет о себе, как о сильном независимом государстве, в котором сегодня считаются все крупнейшие державы. Меняется мир, меняется облик социального сообщества, постоянно трансформируются и, к сожалению, уменьшаются опасности и угрозы различного характера, продолжаются войны и вооруженные конфликты, возрастает фанатизм и нетерпимость. В этих условиях гражданская оборона является залогом мира и стабильности. Она обеспечивает национальную безопасность страны, ее устойчивое социально-экономическое развитие. Мы все ответственны за укрепление государственной системы защиты населения. Граждане России могут быть уверены, в случае военной угрозы, в чрезвычайных ситуации природного техногенного характера, их безопасность защитят мужественные и сильные люди, спасатели и весь личный состав МЧС. Их профессионализм и высокая степень ответственности гарантируют спокойствие и уверенность людей в завтрашнем дне. ПЕСНЯ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова